14 апреля в администрации под председательством главы района состоялось заседание штаба по догазификации частных домовладений на территории сельских поселений. На заседании присутствовали заместитель главы района по ЖКХ строительства и архитектуре Евгений Глазунов, главы сельских поселений, представители райгаза, соцзащиты. По данной теме докладчиком выступил Евгений Глазунов. Он отметил, что на сегодняшний день заявки на социальную газификацию подали чуть более 200 жителей района. Еще порядка 400 граждан могут воспользоваться этим правом. Вы все знаете, у нас программа газификации с прошлого года действует по отношению президента. Мы выполнили большую работу в прошлом году, направили заявки. Республика участвует очень активно в этой программе. Последнее совещание штаба региональной, которое состоялось, уже делали первые анализы, первые выводы самой программы догазификации. Итак, конкретно у нас по нашему району было представлено 589 домовладений, подходящих под догазификацию. Эти данные мы с вами совместно отрабатывали, совместно с нашим «Газпромом». Не только просто это была какая-то цифра, там прям были конкретные адреса, конкретные фамилии, даже указаны телефоны этих людей. Напомним, программа по догазификации проводится в газифицированных населенных пунктах России, где уже есть внутригородские и внутрипоселковые сети. И проложить газопровод требуется только до границ участков. При этом в рамках догазификации газ подводит до границ участка бесплатно. Работы на участке, проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования выполняются за счет владельца дома. Заур Хамирзов рекомендовал главам сельских поселений усилить разъяснительную работу по подаче заявок среди населения и соблюдению гражданами сроков подготовки своих домовладений к бесплатному подключению к газовым сетям.